ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Кировские водители удирают с места ДТП. Таких случаев в нашем регионе в этом году было четыре десятка. По данным ГИБДД, в результате этих происшествий 39 человек получили травмы, один погиб. Автоинспекторы напоминают об ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, арест до 15 суток либо лишение прав на срок до полутора лет. Найти беглецов помогают в том числе записи камер видеонаблюдения и видеорегистраторов. ТРАССА СТО ОДИН Госавтоинспекция стала активнее использовать такой метод борьбы с нарушителями ПДД, как скрытое патрулирование. Стражи дорожного порядка на обычных гражданских автомобилях дежурят в местах концентрации ДТП и снимают происходящее на камеру. При выявлении лихача они передают его данные ближайшему наряду ДПС. Тот уже выполняет свою обычную работу. По словам полицейских, в первую очередь они отслеживают случай пересечения сплошной линии разметки. ТРАССА СТО ОДИН Компания Рено получила в нашей стране патент на Логан третьего поколения. Официальная премьера модели должна состояться в этом году. Машина получила более сглаженные внешние формы и стала походить на лифтбэк. Ожидается, что в линейке моторов изменений не произойдет. Авто будет по-прежнему продаваться с бензиновым двигателем объемом 1,6, мощностью 82, 102, либо 113 лошадиных сил. Трансмиссия, механика, либо автомат, либо вариатор. Добавлю цены на Логан. Сейчас начинаются от 706 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Самую популярную новую легковушку в России Лада Гранта начали оснащать модернизированным восьмиклапанным бензиновым мотором. Агрегат выдает 90 лошадиных сил вместо прежних 87. В двигателе обновили шатунно-поршневую группу, коленчатый вал и газораспределительный механизм. По заверению инженеров, 80% максимального крутящего момента доступны уже при тысяче оборотов в минуту. Изменится ли в связи с этим стоимость Гранты не уточняется. Сейчас за нее надо выложить минимум 520 тысяч рублей без учета скидок. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.